Привет, мой друг! Как твои дела? Специально для тех, кому закатил продукт Space Mook, я приехал в их офис для того, чтобы взять какие-то разъяснения по данному продукту. Кому продукт не нравится, все равно можете посмотреть. Про сам продукт сегодня мы в принципе не будем рассказывать, но упомянем, что у компании Space Mook вышло 7 новых ароматов, и мы там 1-2 сегодня попробуем. Но в целом мы будем сегодня рассказывать только про техническую часть, как правильно работать с данным продуктом. Объясню вообще, для чего это все сделано. Мне немного непонятно, как правильно его наливать в чашку и как правильно все это греть. Поэтому сегодня у нас здесь человек Никита, который главный флейворист, технолог данного продукта, и лучше него данный продукт никто не знает. И сегодня мы забьем. Он забьет свою чашку, я забью свою чашку, и помимо всего этого он мне будет комментировать то, как я правильно делаю, неправильно, какие ошибки бывают. И поэтому это чисто такой интересный обзорчик, который ты должен будешь посмотреть, чтобы расширить свой кругозор. Давай, Никита, начнем. Что вообще вот за Space Mook? Да, вкратце, расскажи про него. Есть табачная кальянная смесь на минеральной основе. Часто мы сталкиваемся с таким вопросом, что же это все-таки за минерал. То есть я физически не могу раскрыть на данный момент эту тайну. Ну, естественно, да. Из-за разряда того, что ты же не звонишь на завод Кубколы, не спрашиваешь, был ли сахар исполнен. Ну да, сколько там. Поэтому я всегда объясняю так, что это микс нескольких абсорбентов, которые у тебя встречаются в активированном угле, в полисорбе и в энтеросгее. То есть это просто абсорбент, который в себя вбирает весь остальной состав. Вот и все. По жидкому никотину я всем всегда так же объясняю. Он не технический, не солевой. Это медицинский жидкий никотин. Как бы по глицерину пищевой ароматизатор натуральный, идентичный натуральный, что означает знак равно. По вопросу, добавляете вы ли вы отдельно туда пропиленгликоль. Все прекрасно понимают, что ароматизаторы делаются на базе пропиленгликоля. И докидываете ли вы туда так же, как табакники? Нет, не докидываем. Нам этого достаточно. Что я знаю? Я знаю то, что нельзя, чтобы паста была очень близко к каллауду. Да, правильно. Потому что она расширяется при нагреве. И она все равно поднимается. Нужно избежать того момента, даже когда она нагреется, расширится, приподнимется, чтобы она все равно ее не касалась. Все. Я понял. Давай попробуем, собственно, вылить, где там был мой вкус. Вот он, скажем. Вот это. Да, это у нас Monster Green. Киви, лайм, алоэ. Киви, лайм, алоэ. Я запью налить. Так. Смотри, я, грубо говоря, делаю вот так. Я ее беру, вот так наливаю. Но при этом мне охота все равно налить ее больше. Сочно вылили. Сочно. Потому что я охота налить больше. Грубо говоря, вот так. Можешь еще побольше налить. Я следом сразу. Ага. Вот, смотри, мы, грубо говоря, налили. Примерно, если смотреть на сам вулкан чашки, а он, как вы знаете, где-то на миллиметра два ниже, чем крайняя стенка бортик чашки, то, к примеру, смотри, так, чтобы паста была на миллиметра три ниже, чем крайний борт уже, то есть вышка самого вулкана. Вот мы и сделали. Все очень просто. Да? Есть ли какие-то более сложные технические моменты, смотри, у тебя меньше, чем у меня налито? Ну, я на глаз. То есть, мне особо не критично, подождем чуть побольше. Да, вот, что касается прогрева, да, мы можем спокойно уже бросить все это на наши кальяны. Теперь наш прогрев примерно будет занимать в колпаке по времени... Восемь минут. Восемь минут. Да. А есть ли такой момент, что есть идеальный температурный, грубо говоря, такой момент, когда ты можешь просто взять и все это бахнуть, и сразу будет дымно, сладко, там, вкусно? Если ты подождал на вскидку, 5-6 минут прошло, взял, сделал одну тяжку, загнал туда жар, проходит еще 2 минут, ты можешь смело уже начинать курить и раскурить, потому что дальше в процессе оно все равно догонится. И у тебя не будет негативных вот этих эффектов сушения, да, которые присутствуют из-за жидкого никотина. Потому что в нашей смеси, если ты начнешь прям преждевременно раскуривать, этот эффект будет оставаться на всем промежутке курения. А если, допустим, ну, я уже решил прям сильно не загоняться по всей этой теме и просто смело прогрею его 15 минут. Ну, что страшно, что он не произойдет. То есть, это мы сделали хороший отступ, да, вот как сейчас, даже при условии того, что она расширится, она просто чуть-чуть вытечет через вулкан, но она не будет дальше идти по краям. А, я понял. То есть, в принципе, по прогреву его можно даже греть и 20 минут. Ну, спокойно. Ну, у тебя просто переромка будет, ты перегрел, переромка начинается, скинул уголек, продумывал. Ну, значит, смотри, выходит там людям, которые говорят, что аромки не хватает и продукт не такой уж яркий, то им можно порекомендовать его перегревать. Я всегда на дегустации, когда люди говорят, мне там не хватает даже по эффекту накуривания. Дружище, давай сделаю я тебе в касание, если ты любишь еще немного переромочку, у тебя резко уйдет выброс жидкого никотина вместе с аромкой, тебя немного подразмазывает и дальше будешь уже комфортно. Ну, я понял, да. В принципе, по факту, в самый сложный момент это у нас является прогрев. Люди все равно, мне кажется, они более такие, более консервативные по отношению паста и табака. Ну, у тебя все равно привычка осталась. Ты можешь делать в касании, можешь на горячую колодку, на холодную и пошло-поехало. Здесь у тебя особо вариаций такой нету. При забивке у тебя один вариант, если ты забиваешь в соло, это либо, ну, даже два. То есть, либо ты делаешь в касании, и контроль жара у тебя более сложный, либо ты сделаешь в соц, что поможет долго ждать. Но, Никит, ты все равно как бы говоришь, что продукт можно загонять в касании. Ну, это больше для кальянщика. Ну, я понял. То есть, в принципе, технологично это можно. Это можно сделать. Это не вызовет никаких негативных последствий. Если ты объективно, адекватно тебе это объяснили и сказали, то, что если ты сделаешь так, будет аромка и будет ну, как бы, небольшое пиение по морду. Ну, да. Да. То, ну, пожалуй, если тебе нравится, делай так. Просто длительное искурение, когда ты опять же делаешь как бы в касании, она сокращается минут на 5-10 в среднем. Смотри, мы сейчас забиваем в чистую пасту, да, потому что, ну, это одна из ваших первых идеологий продукта. А потом уже, наверное, вытекло на табак, то есть, на смешивание табака. Для, грубо говоря, назовем это улучшение свойства табачного листа. Одно из направлений. Ну, да, типа, повысить там аромку, добавить аромки и самое главное, добавить время курения. Потому что я сам лично проверял, и кто смотрел, они знают, что я сказал, что сам продукт, как единичный момент, мне вот он не понравился. Чисто как просто пасту крыть. Это объясняет тем, что не продукт, говно и прочее. А то, что, ну, это уж крайне мое. А с табаком я сказал, что это очень круто, и реально можно чашку вытягивать на 2-2,5 часа. Какой ты самый главный дашь совет при забивке табака в коллаборации, грубо говоря, с пастой Space Moog на пяти дырах чашках и на фановых. Я самый большой, если ты берешь, покупаешь тюбик пасты первый раз, маленький, большой, не важно, никогда не забивай первый раз перемешку компотом. Ты можешь переборщить. И когда у тебя паста нагревается, она в любом случае потом начнет запекаться, правильно? Она у тебя полностью как одеяло просто закроет табачное либо чайное сырье, и оно не раскроется ни по аромке, ни по крепости. Это самая главная такая рекомендация. Вторая рекомендация, когда делаешь первый раз, всегда наливай ближе к бортикам чашки. Она передает самое большое количество тепла, и потом маленьким тоненьким слоем ближе к центру, и сделать небольшой как бы кашевым пробителю отверстия пацанка. Вот и все. Это самая такая основная рекомендация. Не переливать пасты, просто в небольшом количестве, ну 4-5 грамм на глаз как бы взял, налил и все. Это именно по классическим чашкам. Если мы берем фанел, забивай сектором, и поверху немного тоже небольшой струйки, чтобы он сохранял. Потому что когда ты фанел забиваешь... Чтобы текстуру табака было видно, правильно? Я же залил табачный лист полностью пастой. Ты текстуру видишь, но в любом случае у тебя получается паста-то она не прогреется, пока ты начнешь раскуривать. А вот табак сгорит, тебе табак надо немного защитить. Поэтому ты тоненьким слоем таким наносишь пасту сверху. Вот и все. Я понял. А какой... Давай, назови три самых лучших вкусов для тебя. Я понимаю, да, это, грубо говоря, в какой-то степени твой ребенок. А, как говорится, детей не любят. То есть нет такого, что вот этого люблю ребенка, этого нет. Вот три прям вот нереально самых лучших вкуса, которые вот прям вот можно прийти и купить, чтобы познакомиться с продуктом и оценить его реальные качества. По аромке, какие-то максимально универсальные, которые прям вот реально всем закатят. Я всем всегда рекомендую брать, ну, то есть из вкусовой полеты, там вкус сладкий, цитрусовый, ягодный, да, фруктовый, травянистый. У кого какие предпочтения. Возьмите обязательно елку, попробуйте, если что-то любите травянистое. Елка – это сибирская сила? Да, сибирская сила. Очень мощный аромат, и я прям, мне было сложно. Я в итоге смешал какой-то вкус и просто сделал капельки сибирской елки, прям вот красивенькие такие капельки, и то эта сибирская елка перебивала этот вкус. Ну, он концентрированный, насыщенный, да. Но именно как елка, сам вкус имеется, я думаю, если мы говорим про вкусовый аромат, то я как бы рекомендую его попробовать. Манго и апельсин, наверное. Манго топ. Да. Манго сливочный, приятный апельсин, но более теркалатый. Можем попробовать, наверное, сделать затяжечку. Давай, показывай, как ты пробуешь. Буквально через 2 минутки можно будет подраскуриться уже и начать. Можно будет уже, да, прям норм, курить и все остальное. Да. Так, давай я попробую. Знаешь, почему у меня, думаю, здесь больше, чем у тебя было? Потому что ты плавнее затягиваешься. Я прогоняю жар. Наравномерно. А не... Не затягиваю, грубо говоря, комнатную температуру, а только жар прогоняю. Ну, у меня кажется, прогрелось. Ну, ты побольше налю, потому что. Слушай, прикольно. Он еще не подраскрылся, как я говорил. Все равно еще минуточки-две можно его подождать. А какие есть меры предосторожности в работе с данным продуктом? Ну, самая основная мера, надо не забывать, что продукты кремообразны. Когда он нагревается, он становится более жидким. А максимальная температура, когда вот он под калаудом, под четырьмя углями, с колпаком, до какой он температуры может нагреться? Ну, как и обычная кальяна табачная здесь. Сколько у тебя дает жару? Уй! То есть он сколько нагревает? Да. То есть это по факту, если должным образом не отнестись к какой-то степени безопасности, то можно прям жестко проебаться, да? Можно обжечься. Если ты, допустим, чашку начинаешь снимать, она сильно плотно с ревома уплотит, ну ты ее покурил в любом случае уже, и не до конца, он немного жидковатый. У тебя ты скидываешь, колодка падает, я сам периодически даже обжигался, у меня тоже такое было, поэтому я не рекомендую никому. То есть именно сходу снимать, либо это делайте аккуратно, осторожно, либо просто приподнимите коллабу, посмотрите, осталась ли там жидкость, до конца ли вы его докурили, если до конца, то как бы можете срывать, грубо говоря, чашку с кальяной, если она плотно, сильно сидит, если нет, то аккуратно. До конца это как? Ну, он у тебя, смотри, он у тебя запекается, когда ты его полностью прокурил. Я, походу, значит, его до конца не прокуривал, потому что у меня всегда он в чашке было сколько налил, столько там и осталось. И он жидкий? Единственное, да, и он жидкий, и вот чуть-чуть сверху появлялась корочка такая, знаешь? Нет, а он должен быть полностью. А, ну... То есть пока он у тебя жидкий, ты его еще можешь курить. Это классика, потому что у меня не всегда есть время долбить его по 2-3 часа, как бы, а мне кажется, чтобы он полночью запекся, нужно реально много времени. Давайте попробуем сейчас чашечку с забитым мастером, грубо говоря, да? отцом. Попробуем ребенка-отца. Ты можешь попробовать мое. Мне кажется, у тебя будет все равно какая-то претензия к моей чашке, потому что, мне кажется, она вот немного царапает, и мне кажется, я то, что много налил, нам было раскуривать раньше все это. Я по один удалючику просто скинул. Слушай, я сейчас могу сказать, что я у всех в обзоре неправильно с ним работал, потому что, ну, такой дымности я не добивался. То есть, да. Это одно из, как бы, показателей. Слушай, да, такой дымности у меня не было. Либо я могу предположить такую теорию, что новые вкусы, у них что-то могло поменяться. Может, и никотин больше добавили. Они стали... Что-то доработали, и я не скажу, что по крепости он стал куда крепче и более накуреннее. То есть, но фанатам покурить легкого, покурить того, чтобы не убиться, да, там, кто курит, ну, давай возьмем просто Дэйли Хук, Ущербетли, отдали и так далее, то паста зайдет однозначно. И мы для этого аудитории как бы и делаем. А кто любит именно пожестче, у ребят есть вкус. Харнес. Харнес. Он немного добавляет, на самом деле, крепости, я честно скажу, да. Но его можно будет добавить. И самый лучший вариант, который я порекомендую, это все же его компоновать с табачным листом. Это именно кто любит именно табачный лист, любит именно табак, но при этом ему охота все-таки попробовать какую-то новиночку и посмотреть, что нам будет висеть. Ну, конечно, конечно. Харнес мы больше делали для тех, кто любит более жесткий кальян. То есть, Харнес может тебе дать очень хорошую жесткость, но также он будет все равно присутствовать эффект сушения, как бы, при курении. По крепости его максимум можно догнать как бы 5-6. Вот так. По жесткости, конечно, нам уже сколько нальешь, какую-нибудь. Ну и давай какой-нибудь финалочку задвинь нам, вот, твою личную какую-то. Вот ты работаешь с этим продуктом, я понимаю, что создавать продукт и потом видеть его конечный результат и появляются какие-то моменты, которые, ну, технически их никак уже не исправят. То есть вообще, то есть это, как сказать, невозможно, но ты бы хотел бы это сделать, что бы ты сделал бы с этим продуктом? Слушай, мы бы, наверное, первоначально… Пофантазирую, пофантазирую. Первоначально бы, наверное, линеечку побольше бы, пошире сделали и первоначально сразу бы ее по крепости, больше догнали бы, потому что даже легкая линеечка не всегда как бы… ассоциация идет с легкой. То есть легкой у всех себе-то дали и там все равно вначале присутствует эффект на курение. У нас это прям очень легко по факту. И эффект на курение, если он и чувствуется, то он чувствуется, грубо говоря, несколько первых тяжек. Если ты возьмешь сейчас, походишь после меня хальяна, он уже не будет. Это единственное, наверное, что бы мы изменили наставку и уже доносили до курения. По актуалочке, по последним событиям, что ты считаешь? Почему вы не взяли номинацию? Чего вам не хватило времени, а то, чтобы люди до конца это попробовали и поняли продукт? Потому что, я могу сказать так, возьмем даже одну Москву, то с Москвы максимум продукт подпробовано 22% от всей курящей аудитории. Я всегда говорю, дорога ложка к обеду. Стартанули на Хука Квапе, был хайп, был интерес к этому продукту. Надо было тогда взлетать и в кальянную индустрию, и уже дальше было заходить на ритейл и масс-маркет. У нас это все притормозилось из-за пандемии, поэтому мы в шапка-валка уже потом после, что спейсмок, кто вы такие. Про нас все забыли, и мы как-то в вальяжнике заходили в индустрию. Вот этого, скорее всего, не хватило. Тогда будет коллаборация с Силоном Маском. Силоном Маском? Ну, я думаю, это уже больше к нашему основателю компании. Ну, было бы круто, знаешь, как-то бы вам договориться, чтобы ввести эту пасту в космос. И, грубо говоря, я вижу вот сюда огромный тюб, промо такой, и отправить его летать в космос. Ну, это запустить наш наш шарик. Да, да, да. Поэтому, ребятки, я думаю, вам было интересно по работе спейсмока. Я сейчас у ребят заберу 7 новых вкусов и заберу подарочный бокс, который мы с вами разыграем специально для вас. Это новогодний бокс. Там есть приколюшки, там есть прикольные вещи, ну и плюс 7 новых вкусов. А это будет уже в следующем выпуске. Так что ждите. Сегодня мы лишь поговорили с Никитой о том, как правильно же все же добиться вот такого данного результата. Потому что я в целом не добивался, чтобы так это дымело и как-то более сильнее раскрывалась аромочка. Так что поставьте лайк. А в комментариях можете написать какие-то вопросы Никите. Я ему дам буквально через пару дней почитать. И возможно, он на это все ответит. И в следующем выпуске на самый интересный вопрос, который он захочет ответить, я их всех соберу и, грубо говоря, вам зачитаю. Поэтому это был Дава Дым специально для тебя. Был Никита, главный технолог, грубо говоря, отец и воспитатель данного продукта. Ну а ты, конечно же, подписывайся и не пропускай конкурсы. Спасибо. 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 Спасибо.